Скорей, пожалуйста, для чего проводится ультразвуковое исследование при вагитности на ранних сроках? Ультразвуковое исследование при беременности ранних сроков проводится в следующих целях. Во-первых, для подтверждения беременности при позитивном положительном тесте. Во-вторых, для уточнения срока беременности. Также для выявления одноплодной, двуплодной или многоплодной беременности. для подтверждения маточной беременности и, соответственно, исключения вне маточной беременности. Кроме этого, с помощью УЗИ мы имеем возможность диагностировать пузырный занос, достаточно опасное заболевание, которое характеризуется наличием всех клинических и лабораторных признаков беременности. На який день затримки менструации можливое диагностирование вагитности методом ОЗД? Диагностика беременности ранних сроков с помощью ультразвукового исследования возможно на срок 2,5-3 недели от зачатия, что соответствует задержке месячных в 3-5 дней. Дуже часто женщины стыкаются с тем, что разница сроки вагитности визначены за последнюю менструацию и за ОЗД. Почему это так? Часто это происходит потому, что для обозначения срока беременности при ультразвуковом исследовании используют, как правило, эмбриологический срок беременности, то есть когда отсчёт времени идёт от предполагаемого зачатия, то есть от слияния половых клеток. В акушерской практике широко применяется иной способ отсчёта срока беременности, когда время отсчёта идёт от первого дня последней менструации, что часто является источником путаницы. Поэтому для перевода эмбриологического гистационного возраста в акушерский срок беременности к первому прибавляют ещё 2-2,5 недели. А какие патологические ознаки можно выявить под час ультразвукового исследования? С помощью ультразвукового исследования мы имеем возможность определить ряд патологических состояний при беременности. В первую очередь это может быть угроза прерывания беременности, которая характеризуется наличием на ультрасонограммах участков гипертонуса матки, когда одна из стеночек матки утолщается. Это, в свою очередь, может приводить к изменению формы плодного яйца. Плодное яйцо встаёт либо каплеобразной формы, либо ладьевидной. Также может изменяться наружный контур матки. Кроме этого, одним из самых неблагоприятных признаков угрозы прерывания беременности является субхореальная гематома или, как её ещё называют, гравидарная гематометра, когда в полости маточки рядышком с плодным яйцом визуализируется небольшое количество излившейся крови. Опасность в данном случае заключается в том, что гематома, увеличиваясь в своих размерах, может оказывать давление на плодное яйцо и спровоцировать утерю связи плодного яйца со стеночкой матки. Кроме этого, при помощи УЗИ мы можем обнаружить и замерзшую беременность, то есть несостоявшийся выкидыш в сроке от 5 недель более. Характеризуется эта ситуация на ультрасонограммах тем, что отсутствуют признаки жизнедеятельности эмбриончика, то есть мы не можем увидеть сердцебиение и нет признаков двигательной активности эмбриона. Кроме этого, на УЗИ ещё можно обнаружить кисты жёлтого тела, которые никогда не достигают больших размеров и сами рассасываются полностью к 10-15 неделе беременности. Синхронно с регрессом самого жёлтого тела. Наличие кисты жёлтого тела не является признаком осложнённого течения беременности и не требует ни лечения, ни динамического наблюдения. А для чего необходимо очень четко знать срок вагитности? Точно знать срок беременности необходимо, прежде всего, для пренатального скрининга пороков развития плодика в первом-втором триместре. Потому что в определённый день беременности женщине необходимо сдать анализы с целью выявления наличия или отсутствия пороков развития плода. А взагалі безопасно ультразвуковое досліджение при вагитности? На сегодняшний день никаких чётких данных о вреде ультразвука во время проведения ультразвукового исследования при беременности не существует.